Привет всем! Говорит GMR, показывает Amway 921. Сегодня я отвечу на несколько наиболее часто задаваемых вопросов, касающихся индивидуальных боевых задач и их прохождения. Вопросы брались с официального форума игры, выбирались наиболее часто задаваемые, ответы на них давались там же официальными лицами, некоторые ответы мы уточняли у сотрудников компании Wargaming. Наверняка эти вопросы будут использованы Wargaming для исправления ошибок ВБЗ и для корректировки формулировок, но только когда, потому что не первый патч это. Ну впрочем, ладно, давайте приступим. Итак, начнем с легких танков. Задание ЛТ-6, это обнаружить противника, пока никто не обнаружил вас. Вопрос звучит так, я светил, когда меня никто не видел, но задача почему-то не засчиталась. Ну тут две основные причины. Во-первых, подсчет танков, подсчет противников ведется только до тех пор, пока вас никто не обнаружил. То есть, если на переезде вас кто-то заметил, то потом вы уже можете незамеченно светить сколько угодно, в зачет эти танки не пойдут. Во-вторых, может оказаться так, что недалеко от вас стоит более дальнозоркий союзник с просветленной оптикой или со стереотрубой даже, может быть это там средний танк, а не легкий, и он видит лучше вас, дальше вас, замечает раньше вас замаскированных противников. Соответственно, тоже эти танки идут в зачет именно ему, а вы проводите время зря. На чем лучше пройти, спрашивают. Ну, соответственно, на любом легком танке, на котором у вас прокачана маскировка, чтобы вас замечали как можно позже, и прокачан обзор, либо стоит соответствующее оборудование. Маск-сеть, стереотруба и так далее. Легкие танки 7. Охотник на САУ. Выполнил условия, но не засчиталась. Здесь определенный либо бак описания, либо бак подсчета. Дело в том, что вы должны не просто помочь в уничтожении САУ, не подсветить и не сбить гусеницу, а именно нанести им урон. Вы можете даже сами уничтожить САУ. Задача пойдет, то есть, эта артиллерия пойдет в зачет именно вам. Легкие танки. Задание 8. Выиграть бой с захватом. Такая же задача есть у тебя жизнь, но под номером 7. Тот же самый вопрос. Базу захватывал, но не засчиталась. Распространенный достаточно вопрос. Ответ очень прост. Вы должны победить именно захватом. В описании боя должно быть написано победа с захватом базы. Частая ситуация, когда вы захватили базу до 100%, в этот момент уничтожается последний противник. В этом случае бой считается, победа считается по уничтожению противников и задача не выполняется. Пробуйте еще раз. Должен остаться как минимум один противник в живых. ЛТ-9. Помочь нанести урон, передавая разведданные или сбивая гусеницы. Как и в случае с артиллерией, сбивать гусеницы в данном случае означает нанести самому урон. То есть, не просто светить, а именно нанести урон. ЛТ-10. Помочь нанести сколько-то урона, оставаясь незамеченным. На чем лучше пройти? Как и в случае с предыдущим вопросом, пройти лучше на легком танке, на котором у вас наиболее прокаченный экипаж, с прокаченной маскировкой, с хорошим обзором, с оборудованием соответствующим, но за одним уточнением. Чем выше уровень танка, тем легче будет вам пройти, чем выше уровень вашего легкого танка. Дело в том, что вас будет закидывать в более высокоуровневые бои, где за один выстрел наносится больше урона и где больше ХП у противника. Соответственно, пройти такую задачу будет проще. ЛТ-11. Во взводе с артиллерией. Задача звучит. Остальные совзводные должны нанести не менее, чем сколько-то урона. Вопрос. Каждый совзводный или все вместе? Каждый. ЛТ-12. Взвод с легким танком. Почему задача не засчиталась? Этот вопрос задается только для операции Т-55А. Дело в том, что ошибка в описании. Выжить должен не один, а два бойца взвода. ЛТ-11. Задача номер 14. Вопрос звучит так. На ЧАФе или на каком-то другом танке реально пройти или нужно выбирать специальный танк? Реально пройти на любом ЛТ. Есть умелицы, которые даже на МХ-40 проходят эту задачу. И вдогонку ту же задачу, на чем лучше выполнять. Советует Валентайн-4. Советский премиум танк. Достаточно дешевенький. Его выгода в том, что он льготный. То есть он почти всегда в топе. Достаточно твердый. И пройти на нем задачу очень просто. Возможно, правда, придется голодой запастись. Переходим к средним танкам. СТ-9. Поджечь один или несколько чужих танков. Вайм на форуме. Почему противники не горят? Ну, во-первых, не стреляйте в лоб немцам. Трансмиссия больше не горит. Немцы от этого не горят. Стреляйте по бакам. Баки, как правило, расположены, если вы не знаете по конкретному танку, где они сидят, как правило, они расположены в задней части корпуса. Выгодно очень стрелять из скорострельных орудий. В первую очередь из барабанщиков клонов. Барабанщики Лора, Батчат, Т-54Е1, японский Чик-Чирик, может быть, еще кто-то. Вот из них. Хорошо подходят фугасницы крупнокалиберные на СТ-шках, если есть у вас там немецкие, те же опять низкоуровневые, то можно им пройти. Стреляйте по бакам, противники начнут гореть. Задачи СТ-12 и СТ-13. Это взводные задачи на фраги и на урон. Вопрос такой, обязательно, чтобы союзники, вернее, со взводной были на средних танках. Нет, не обязательно. На ПТ такие задачи выполняются даже проще. СТ-14. Урон или уничтожение танков выше вас уровня. Вопрос такой, можно ли выполнять на СТ-10 уровне. Выполнять можно, выполнить нельзя. Танков 11 уровня не бывает, поэтому вам нужно взять что-то более низкого. Покупайте. СТ-15. Уничтожил две САУ, но не засчиталось. Прочитайте внимательно. Там не просто САУ, а ПТ-САУ, то есть вы должны ПТ-шки уничтожить. Тяжелые танки. ТТ-4. Повредить модуль или экипаж. Сначала один, потом, соответственно, на следующих операциях уже много. Чем проще выбить только внутренних модулей? Фугасницы. КВ-2 прекрасно подходит для решения этой задачи. Некоторые проходят на фугасах на Е100, но это уже на любителя. Здесь выигрывать гораздо сложнее. Та же задача выполнил, но не засчиталась. Обратите внимание на описание задачи. Там написано внутренний модуль. Как известно, орудия, ходовая и приборы наблюдения относятся к внешним модулям и в зачет не идут. Часто спрашивают, суммируются ли члены экипажа и модули. Да, суммируются. Вы можете, если надо три повредить, то можете два повредить внутренних модуля и одного члена экипажа. Это в зачет пойдет. ТТ-7. Захват базы и ТТ-9. Задача затаранить противника. На каком танке лучше всего выполнять? На скоростном, естественно, прекрасно подходят французы, начиная с 8 уровня. АМХ-100, АМХ-120, АМХ-50Б. ФЦМ прекрасно подходит, если он у вас есть. Любой скоростной, быстрый танк. Если у вас нет французов, попробуйте другие быстрые танки. Тот же ИС-6, тот же КВ-5, на нем сложно в кого-то попасть, но уж если попали, то наверняка. ТТ-12. Получить заблокированный урон. Часто игрокам кажется, что в них вошло гораздо больше урона, чем требуется, но задача не засчитывается и в отчетах по бою совсем другие цифры показываются. Дело в том, что почему-то в заблокированный урон не входит урон, который вы отбили гусеницами. Когда вы танкуете гусеницами, это классический прием игры. Казалось бы, его надо учитывать этот урон, но почему-то Варгеминг решил по-другому, чтобы усложнить нам жизнь. Ну, как бы то ни было. Не учитывается этот урон. Не учитывается урон от сплэша. Если снаряд разорвался рядом, если снаряд разорвался на броне, то есть фугас, которого там потенциальный урон на тысячу, если он нанес вам 100 урона, вот эти 900 вам в зачет почему-то тоже не идут. Хотя уж, казалось бы, именно броня этот урон заблокировала. Рикошеты входят в это и входят в непробитие. Только в этом случае. Если вам стреляют по гусеницам, снаряд должен пройти, траектория снаряда должна пройти через корпус. Тогда этот снаряд будет засчитываться в условиях. ПТ-САУ. ПТ-2. Нанести урон и вывести из строя модуль или члены экипажа. По результатам боя видно, что модуль наломал нужное количество, но задача не защитна. Почему? Надо не повредить модуль, а именно вывести из строя, уничтожить. То есть, понимаете, разницу между поврежденными баками и уничтоженными. Поврежденные краснеют, а уничтоженные танки начинают гореть. И так касается всего. Башня не вращается и прочее. В отчете боя они разными цветами. Оранжевым и красным, кажется, обозначены. Если вы наповреждали много модулей, но не вывели нужное количество из строя, то задача будет незащитна. Пытайтесь еще раз. Еще один нюанс. По-моему, это просто глюк и БЗ. Боеукладка, выведенная из строя, приводит к взрыву боеукладки немедленному, приводит к немедленному уничтожению танка. Так вот, боеукладка в зачет не идет. Почему-то не знаю почему. Модератор оправдывается, что, дескать, люди будут обижаться, что невыведные строя. Не очень я понимаю, о чем они говорят, но тем не менее. По-моему, это классический глюк и будем ждать его исправления. ПТ-12. Вопрос такой. Нанес урон, когда абсолютно точно еще не светился. Почему не засчитали? Опять же, у вас старый модпак. Обновите, он показывает неверный текст задачи. Удалите этот модпак или обновите его за подробностями в Яндекс, как это делается. На самом деле, там нужно уничтожать тяжелые танки. ПТ-14. Такая же задача есть у артиллерии под номером 13. Взводом надо нанести какой-то процент от урона команды. Вопрос звучит так. По моим подсчетам, по результатам боя видно, что я нанес больше урона, чем требуется, но задача не засчиталась. Это ошибка программиста фаргейминга, связанная с округлением. Урон считается по каждому совзводному и округляется до целого в меньшую сторону. Приведу пример. Допустим, вам надо нанести больше половины, больше 50 процентов урона. Вы нанесли тысячу, ваши совзводные 2 и 3 тысячи урона соответственно. Команда ваша пусть нанесла 11 800. Как видим, суммарно вы нанесли на взвод больше 50 процентов заметно, но из-за того, как округляют программисты варгейминга, вы наносите 49 процентов. Ошибка будет исправлена, варгейминг про нее знает, ждем только когда. Пока что играйте эту задачу еще раз, улучшайте результат. Артиллерия. Любимая Паша артиллерия. САУ-4. Уничтожение легких танков. На первой операции на Штуга масса войны на форуме. Это не профильная для САУ задача. Уничтожением легких танков должны другие легкие танки заниматься и так далее. Ответ очевиден. Учитесь играть. Посмотрите видео. САУ-5. Держать на гусле до уничтожения. Вопрос сбил гусеницу, но почему-то не засчиталось. Обратите внимание, вы должны держать на гусенице до тех пор, пока союзники этот танк, этого противника не уничтожит. Прекрасно подходит для выполнения задачи ФВ-304. Она чуть ли не ПКД сбивает гусеницу очень хорошо. САУ-6. Начиная с третьей операции, надо уничтожать противников на уровень выше. Соответственно, как только вам выпадает такая задача, вы тут же в бой с боем попадаете в топ. Вопрос, как попасть вниз списка. Возьмите со взводного уровнем по старше. Вас немедленно начнет кидать противникам старше уровня. САУ-11. На третьей операции нужно один танк уничтожить и одновременно с этим чуть ли не полкоманды повредить. Здесь либо баг описания, либо баг подсчета. Вы уничтожаете один танк, при этом повреждаете одного его соседа тем же самым выстрелом и задача считается выполненной. Не нужно двоих. Та же задача САУ-11 для всех операций. На чем лучше ее проходить? Проходить лучше на крупнокалиберной артиллерии с фугасами, у которых очень большой сплэш. Это американцы высокоуровневые, это советский холодильник СУ-14 и так далее. Это немцы высокоуровневые. Посмотрите внимательно на артиллерию, которая стоит у вас в ангаре и почитайте описание их премиумных снарядов, голды их. У многих орудий голда фугасы имеют сплэш гораздо больше, чем регулярные фугасы. На них будет соответственно гораздо проще эту задачу выполнить. Потратьте, сэкономите себе нервы. САУ-12. Попасть в топ надо. Вопрос такой, попал в топ, но не засчиталось почему-то. На некоторых операциях, читайте внимательно описание, нужно попасть в топ не только своей команды, а обеих команд. Если вы проиграли, то соответственно там полкоманды будет больше, ну и вообще может так быть, что у чужой команды попался очень умелый игрок, который вас обогнал. САУ-14. Выйти в бой с легким танком и надамажить. Задача выполнена, но не засчиталась. Задача пока с неочевидным багом, при выполнении всех условий она иногда не засчитывается. Выполняйте еще раз. Ну и наконец, общие задачи для всех видов техники, для всех операций. Масса вопросов вызывает 15 задачи, как ее вообще можно выполнить. Ну как? Старайтесь, как? Можно. Они непростые, да, особенно будет вести тем людям, которые когда моют машину, дождь сразу идет. То есть, когда она уничтожит САУ, вы начинаете из боя в бой попадать в бои, в которых артиллерии нет вообще. Ждите, старайтесь, повезет, играйте в бои. В конце концов, вы же от этого удовольствие получаете, это не каторга. Так что все получится. Второй вопрос по этой же задаче. Можно ли или как ее выполнить на танке шестого уровня? У меня другой техники нет, а выполнить хочется. В общем случае, никак. Если вы уж какой-то уж очень умелый, то вы, конечно, можете там, я не знаю, на КВ набить себе или на КВ-2 натанковать шесть тысяч урона, но это нужно, чтобы уж звезды там выстроились в ряд. Прокачивайте. Времени достаточно. За месяц, когда длятся операции там на суперпешинга, на Т-34, на ИС-6, вот бесплатная раздача была, люди получали, очень много народ получало столько топ-то, что хватит на не на одну десятку с нуля выкачать. То есть, в принципе, за месяц любую десятку выкачать вполне реально. Старайтесь, выкачивайте, получаете, и эти задачи начнут проходиться гораздо проще. Касается любой совершенно задачи, вопрос звучит примерно так. Совершенно уверен, что задача выполнена, но ее почему-то не засчитали. Масса причин. Во-первых, проверьте, что задача все-таки принята. Как в случае там с утюгом, который не греется, проверьте, что он в розетку вот так и здесь. Масса на форуме ответов от самих спрашивающих, ой, я забыл принять. Проверьте, не поленитесь, может быть, и вы тоже просто не доглядели что-то. Внимательно перечитайте условия задачи. Возможно, вы что-то недопоняли. Половина вопросов тоже связана с тем, что просто не так прочитали. Не повредите, если вы зайдете на официальный форум игры в раздел, посвященный ИБЗ. Некоторые задачи в клиенте игры сформулированы не точно, а модераторы форума следят за тем, чтобы формулировки там уточнялись своевременно. То есть там сейчас наиболее актуальная информация до тех пор, пока не внесут исправление в клиент. Что еще? Перезайдите в игру, в конце концов. Если задача принята, если у вас старый модпак, вы ее выполнили, может так получиться, что модпак мешает отображению ее выполнения. Вышли, зашли, увидели, что задача выполнена, удаляйте модпак. Если проблема не решена после всех этих операций, если вы абсолютно уверены, что задача выполнена вам и верно, но она не засчиталась, реплей, скриншоты, центр поддержки пользователей на официальном сайте игры. Отправляйте туда, возможно, они вам чем-то помогут. Выполнил условия задачи, как теперь выполнить дополнительные условия? Отменяете задачу того же типа техники в любой операции. То есть, если вы хотите там на тяжелых танках на штук 4 выполнить дополнительные условия, снимаете задачи тяжелых танков, в какой бы операции они ни находились, заходите в эту задачу, у вас появляется кнопочка улучшить результат. Нажимаете ее, выполняете заново. Выполнить нужно одновременно и основные, и дополнительные задания. Награда будет только за дополнительные, потому что за основные вы уже получили. Вопрос такой, индивидуальные боевые задачи это постоянная акция или непостоянная? Ну, как мы помним, изначально Wargaming заявлял, что ИБЗ постоянные не имеют срокогодности. Выполняйте тогда, когда вам будет удобнее, хоть через 5 лет. Сейчас речь уже на форуме идет о том, что эти задачи будут сезонными. Ориентировочные сроки называются по полгода на сезон, хотя никто точные цифры и вообще точный ответ говорить не берется. Сам Wargaming, я думаю, еще от сам до конца не знает, что с ними будет. И может так получиться, что через полгода они анонсируют, что именно этот сезон закрывается и именно эти танки больше участвовать в ИБЗ не будут. А может быть будут другие задачи с теми же наградами, другой набор задачи, понятия не имею. Но если хотите быть уверены, что у вас будет объект 260 стоять в ангаре, поторопитесь. Ну как поторопитесь? Несколько мест у вас есть точно. Постарайтесь это выполнить. Почему для индивидуальных задач надо искать взвод? Казалось бы, по названию задачи индивидуальные и при чем тут взвода? Понятно, что многие игроки, подавляющее большинство, не побоюсь этого слова, предпочитают играть в соло без кланов, без взводов. Не всегда это удобно. И тем не менее. Дело в том, что... Объясню позицию варгейминга в этом. Ну, пользуясь случаем, ИБЗ, они заодно должны учить людей играть. Сами видите, что части БЗ предназначены для того, чтобы научить пользоваться оборудованием на легких танках, на средних танках и так далее. Части БЗ предназначены для того, чтобы научить играть на артиллерии по движущимся целям стрелять. То есть ИБЗ попутно учит еще и некоторым аспектам игры достаточно важным, которые не всегда очевидны. В том числе ИБЗ учат и командные игры. В любом онлайн-проекте существует рано или поздно необходимость играть в команде. Так или иначе создатели игры к этому подводят. Здесь, пользуясь случаем, варгейминг решил использовать введенный механизм индивидуальных боевых задач. Вам остается только найти взвод и может так получиться, что с этим совзводом, которого вы случайно в чате нашли, вы будете еще и не раз сыграть, познакомиться с человеком рано или поздно. Но вообще это в конце концов интересно играть взводами, если вы найдете себе единомышленника. Следующий вопрос и он же последний. Прошел все задачи с отличием. У меня остались лишние 5 наградных листов. Что с ними можно сделать? Перейдут ли они на следующую операцию или куда-то еще денутся? Ничего. Они повиснут к мертвым грузам, пока для них никакого способа потратить их нет. Ни на новую танкистку, ни на что. Ну и на этой минорной ноте у меня все. Если вам понравилась подборка этих вопросов и ответов, ставьте лайки, подписывайтесь на все каналы на YouTube, которые найдете. Всем пока. С уважением. Субтитры сделал DimaTorzok